Здесь заканчивают свой путь песок и гравий, смытые сальпой. Для птиц эта новая территория стала раем и была немедленно освоена. Тысячи птиц сбиваются в гигантские колонии для размножения. Другие же здесь находят для себя охотничьи угодья. Цапли разыскивают в грязи червей и другую мелкую добычу. Колпицы бродят по солоноватой воде, отыскивая кусочки пищи. Тысячи крачек сбиваются в колонии. На новообразованной земле, песчаных отмелях и низких островах им не грозят хищники. Здесь можно не бояться лис и откладывать яйца прямо на земле. Малый зуёк также размножается здесь. Самец старается привлечь внимание самки к построенному гнезду. Его труд достаточно сложно заметить. И самка не слишком впечатлена. Но он не сдаётся. Она не чувствует уверенности и слегка замешкалась. Он пользуется моментом и принимается за танец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сезон размножения в дельте заканчивается в августе, когда большинство птиц начинает перелёт на зимовку в Африку. До тех пор водяное приволе в устье Дуная даёт им пищу и пристанище. Дунай. Европейская амазонка. От чёрного леса до чёрного моря. Дунай – король среди рек. Он подобен европейской амазонке и протекает через половину континента. В реке обитает одна из крупнейших в мире пресноводных рыб – белуга. В этой реке обретают пристанище виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Рядом с ней растут старейшие в Европе леса. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И каждый год миллионы птиц мигрируют через Дунай, перебираясь из Арктики в Африку и обратно. Тысячелетиями животворная река привлекала людей. Дунай пересекает 10 стран и проходит через 4 полные жизни столицы – Белград, Будапешт, Братиславу и Вену. Это поистине интернациональная река. Несмотря на воздействие человека, река остаётся полной секретов и сохраняет свой поразительный облик. Дунай сотворил лабиринт из плавучих островов, озёра, затопленных лесов, в котором обитает более 4 тысяч видов животных и тысячи видов растений. В Дельте реки обитают пеликаны. Здесь они живут и размножаются в гигантских колониях, скрытых и защищённых плотными стенами тростника. Каждую весну 2,5 тысячи пар птиц прилетают из Африки в дельту Дуная. Отсюда Дунай течёт через Румынию и Украину к Чёрному морю. Но у могучей реки запутанное происхождение. Официально она начинается здесь, на нейтральной территории между рекой и морем. Этот старый маяк в порту Сулина – нулевая отметка. В отличие от всех прочих рек мира, длину Дуная измеряют от устья. Пересекая половину Европы, Дуная имеет почти 3 тысячи километров в длину. Он пересекает различные территории и меняет свой облик соответственно окружению. Прежде чем достичь девственных вод Дельты, он протекает по равнинам Румынии. У железных ворот он проделал ущелье в Карпатских горах. Он пересекает низины Венгрии и недалеко от Будапешта резко меняет направление, огибая подножие Альп с севера. Его истоки скрыты в романтическом черном лесу Германии – Шварцвальде. Этот густой и темный лес скрывает животное от взгляда. Но ничто не может скрыть его раскатистый голос. Весной зов глухарей разносится по лесу. Густой лес также является домом рыси. Высоко в холмах крохотный ручей пробивается к жизни. Это обряг. Кристально чистая вода пробивается из-под земли в нескольких местах. Он может быть истоком самой могучей европейской реки. Во всяком случае, так утверждает табличка. Но полной уверенности нет ни у кого. Донай будто бы берет начало от нескольких истоков. Поэтому в саду замка Дона-Вэшинген был построен бассейн, куда стекала пробившаяся вода. Его назвали истоком реки. Он вполне может им быть. Но только когда Брег соединяется с другой скромной рекой черного леса, Бригах, они могут называться Дунаем. Это начало могучей речной системы, европейской амазонки, которая разделит и объединит половину континента. Но до этого Дуная нужно преодолеть крупную проблему. Через 36 километров от места происхождения истоков реки воду Дуная проходит через гравий и снова исчезают под землей. Там, где известковые горы разделяют воды Европы, идет война между Дунаем и Рейном. Рейн несет подземные воды к Северному морю, а Дунай к Черному. Понемногу Рейн одерживает верх. Эта подземная река называется Черным Дунаем. Долгие годы спелеологи пытались определить, где проходит русло призрачной реки. Они все еще не добились успеха. Но им удалось узнать, что она течет не в ту сторону. На запад, в Рейн. Однажды вся система пещер обрушится. Дуная будет вытолкнут на поверхность, и изменение течения будет заметно всем. До тех же пор воды Дуная ежегодно исчезают под землей на 200 дней. Похоже, будто река высохла. Но она всегда возвращается, чтобы продолжить свое путешествие. Ниже по течению Дуная рассекает растущие на известняке леса Южной Германии и направляется навстречу силами, которые поистине преобразят его. Пусть даже Дуная проигрывает бой с Рейном, в нем никогда не иссякнет вода. Поддержка приходит с Альпы. Зимой огромная масса снега скапливается на вершинах альпийских гор. С приходом весны вниз устремляются ледяные потоки. Смешанная с мелкими частицами, вода полирует камни, стекая вниз по склону. Вес воды уносит песок и гравий с гор, и потом они оседают в широких альпийских долинах. Эти горные реки, питающие Дунай, становятся идеальной средой обитания для выдра. Густая шерсть и обтекаемая форма тела прекрасно адаптированы к жизни в быстрых, холодных водах. Выдры легко находят пищу в, казалось бы, пустой реке. Весной гигантский дунайский лосось покидает главное русло и плывет вверх по притокам. То же делает и под устом рыба семейства Карпова. Они поднимаются вверх по течению, подталкиваемые внутренним импульсом. Они должны оставить потомство, прежде чем вода согреется в летнюю жару. Самец дунайского лосося осторожно приближается к самке. Мощными движениями хвоста самка устраивает гнездо в сыпучем гравии. Здесь она и мечет икру. Косяк под усто торопится. Они должны скорее оставить потомство. Возбуждение среди лососей только нарастает. Это успех. Подусты успели вовремя отнереститься. Каждая самка отложила от 20 до 100 тысяч икринок. Затем истощенные рыбы медленно возвращаются в течение Дуная. Альпийские воды превратили Дунай в широкую реку. И теперь он достиг новой страны. Это одна из самых прекрасных речных долин в мире. Австрийская долина Вахау. Здесь Дунай становится наиболее спокойным. Сложно поверить, что такие яркие и экзотические существа живут так близко от ледяных гор. Пчелоедов и зеленых ящериц обычно можно увидеть лишь много южнее. Секрет их обитания здесь таится в исключительно мягком климате. Пчелоеды гнездятся в лесовых стенах виноградников. А мягкая погода Вахау сохраняет прохладу и летом. Лесовые породы образованы илом, принесенным с Альп вместе с галькой и гравием. Весной вся долина Вахау расцветает. Осенью налитой виноград сияет, готовый к сбору. Вахау всемирно известны отличными винами. Дунай дает особое преимущество крутым террасам виноградников. Здесь прохладный и влажный воздух северных лесов, идущий вниз по течению, сталкивается с сухим и теплым воздухом, поднимающимся по равнинам Венгрии. Это столкновение создает идеальный климат для виноградников. И для животных. Вахау ведет к городу, неразрывно связанному с Великим Дунаем. Вена, самая крупная столица на реке, медленно просыпается, и почти два миллиона человек готовятся к новому дню. Но отсюда практически незаметен сам Дунай. Река, протекающая через Вену, это рукотворный дунайский канал. Но всего в нескольких километрах от шумного центра, на дальней окраине города, располагается совершенно иной мир. Национальный парк Дунау-Ауэн. Здесь Дунай так же дик, как исходная с ним южноамериканская амазонка. В Национальном парке можно найти самые богатые различными видами места обитания животных. Умеренные джунгли образуют лабиринт ответвлений и излучин. Здесь царит вода. Жизнь дроздовидных камышовок большей частью скрыта тростником. Здесь они устраивают гнезда и выкармливают птенцов. И что попало внутрь, должно выйти наружу. Малая выпь умело передвигается среди тростника. Она умудряется не замочить ног, даже когда ловит рыбу. Пестрые перья скрывают их среди камыша и делают невидимыми для добычи. Птенцы укрыты глубоко в зарослях. Родители очень осторожно ведут себя, приближаясь или покидая гнездо, стараясь, чтобы его не заметили хищники. Заболоченные территории Дуная образуют пограничный район между рекой и лесом. Это постоянно изменяющийся мир амфибий. Все зависит от основного течения Дуная, снабжающего боковые каналы водой. Эти излучины стали наиболее продуктивной экосистемой в Преречном лесу. Но водному раю грозит беда. Веками Дунай наносил гравий на затопленные участки леса. Этот гравий критически важен для всех обитающих здесь созданий. К востоку от Вены толщина слоя достигает 60 метров. Это крупнейший резервуар пресной воды в Европе. Но постепенно эти заводи иссыхают. Причиной этого стало то, что Дунай постепенно углубляет собственное русло. Уровень воды над гравием снижается с понижением уровня реки. И это ограничивает воду в излучинах. Но к востоку от Вены Дунай течет привольно. Его течение увеличивает песчаные наносы. Но внешность обманчива. Чтобы оказаться здесь, реке пришлось преодолеть колоссальные плотины. Суда и баржи могут преодолеть заслоны. Но гравий и песок, шедшие с Дунаем с Альп, остаются в заточении. Поэтому река становится глубже. Ученые из Венского университета природных ресурсов и водохозяйственные органы исследуют состояние реки ниже по течению от плотины. Сколько же гравия переносит река? Они выяснили, что дно реки находится в постоянном движении. Антенна уловила сигнал. Приемник, оснащенный системой GPS, может указать точный источник сигнала. Ученые ищут большие редкости. Пластиковые камни. Каждый из таких камней слежения обладает уникальным сигналом. Их бросают в воду в определенных точках, чтобы узнать, как и куда перемещается гравий реки. Сделано удивительное открытие. Каждый камушек ежегодно проделывает путь в 3 километра. Доплеровская гидроакустическая система может отобразить каждый сантиметр речного дна. Если соединить эту информацию с сигналами пластиковых камней, можно получить данные для создания точной трехмерной модели пустого русла Дуная. Галька и гравий собираются в небольшие дюны и движутся вниз по течению. В этой секции Дуная за год передвигаются 800 тысяч тонн гравия. Но сверху не приносится новый гравий, и потому русло реки углубляется. Эта информация позволит гидроинженерам разработать способы, останавливающие углубление Дуная. Гравий из нижнего течения собирают и высыпают в реку выше по течению. Гравий из нижнего течения собирают 100 тысяч тонн каждый год. Но это лишь половина необходимого количества. Больба с углублением русла никогда не завершится. Можно лишь повысить эффективность методов. Сейчас проводятся эксперименты по добавлению более крупного и тяжелого гравия, который должен снизить эрозию. Это бесконечный труд. Но от него зависит жизнь обитателей приречного леса. После Братиславы возникает барьер из бетонной стали, вызывающий много противоречий. Это электростанция в Габчиково. Из электростанции в Вене уровень воды Дуная на протяжении между Австрией и Словакией понижается на 2 сантиметра в год. Но строительство этой громады уничтожило многие километры важных заболоченных районов. Здесь воду измеряют и разделяют. Отделена вода и для спорта, и для развлечений. Это уже не река. Это просто вода, распределяемая искусственными барьерами. Под водой изменились и речные обитатели. Бычок-кругляк – не местный вид. Здесь он чужак. Но эти рыбы устроились здесь, как дома. Они проделали путь от Черного моря вместе с балластной водой грузовых барж. Проект рационального водоиспользования в Габчиково полностью изменил Дунай. 60 километров он протекает по неестественно прямой траектории к Венгрии. Но Дунай никогда долго не придерживался одного курса. Миллионы лет назад эта электростанция казалась бы под водами Древнего моря. И здесь кончался бы путь Дуная. Но затем вес воды пробил путь через Карпатские горы, и Дунай устремился к Черному морю, удлинившись на тысячу километров. Теперь остался один важный приток – Тиса. Эта река приходит к Дунаю через плодородные степи Венгерская пустырь. В апреле бескрайние поля пусты становятся домом для странных птиц, проводящих еще более странные ритуалы ухаживания. Это дрофы. Самцы надуваются, чтобы произвести впечатление на самок. Вес самца может превышать 18 килограммов. Это самые тяжелые из летающих птиц мира. На этих широких и открытых равнинах происходит размножение многих видов степных птиц, находящихся под угрозой. Для воспроизводства им нужно место. Здесь Тиса и Дунаи пересекают венгерские равнины, и миллионы перелетных птиц отдыхают по пути в Африку. Они набираются сил перед долгим перелетом на юг. Здесь достаточно пищи на возделываемых полях. Есть зерно и насекомые. Тиса спокойно продвигается к месту соединения с Дунаем. Но под водой разыгрывается редкостное представление. В один день, в начале лета, когда температура, влажность и атмосферное давление соответствуют требованиям, миниатюрные чудовища появляются из ила речного дна. Личинки мух-однодневок. Они покидают воду и летят к ближайшим кустам на берегу. Там они сбрасывают оболочку и превращаются во взрослых насекомых. Самцы появляются первыми. Пролетая над водой, они отчаянно ищут самок. Через полчаса появляются первые самки. На них сразу же набрасываются самцы. Спариваясь, они образовывают узлы на воде. Процесс недолг. После спаривания самцы погибают, и их тысячами уносят вниз по течению. Оплодотворенные самки летают плотными стаями над водой, стремясь выше по течению, чтобы отложить яйца. Каждая самка откладывает около 9 тысяч яиц. И течение реки отнесет их в грязь на дне, на то же самое место, где их родители появились два часа назад. Затем личинки вылупятся из яиц и будут годами ждать нужного момента. После захода солнца представление окончено. Ни одна однодневная...